в общем в принципе сейчас происходит то что я и говорил раньше вот по поводу молдавии вот но я даже тоже я считаю как бы это не совсем не то что я хочу на самом деле молдавии надо объединяться с румынии в темпе вальса потому что лучше быть румынии чем быть в тюрьме народов потому что что такое советский союз это тюрьма народов это тоже хочет путин обратно это рабство потому что в россии же живут не свободные люди люди которые не могут высказать свое мнение по любому поводу которые противоречит с официальной политикой кремля это уже враги народу арестовывают избивают издеваются мы имеем дело с фашистским государством поэтому молдавии в темпе вальса если вы не хотите чтобы у вас такое было даже чтобы не даже не допустить значит румыния должна конечно правильно ввести войска туда если россия может вводить почему мы не не может ввести войска в молдавию это принципе один народ по большому счету если кто-то в этом случае в молдаване намного ближе к румынам чем они к россии значит преднестровье я не знаю можно им отдать это уже как ну смотрение молдавии в принципе можно как говорится пойти на какие-то ему ступки отдать им преднестровья вот но похоже похоже что люди в поднестровье тоже не хотят россию даже русские и сложилась такая ситуация на постсоветном намного вот с русскими которые хотели русского мира в украине в хайкове в малиуполе в одессе они уже русского мира не хотят они увидели что это такое это это не созидание не движение вперед это это возвращение на 100 лет назад вот почему во всех аспектах начиная от свободы слова и заканчивая как говорится уровнем жизни технологиями и так далее вот поэтому это что касается молдавии молдавии объединяться с румынии в темпе вальса можно скорее и пусть румыния вводит туда войска это раз 2 уже начинают угрожать азербайджану пусть объединяется с турцией как-то так казахстан насчет казахстана я не знаю может казахстана есть смысл объединиться с с другими странами средней азии там с кыргызстаном плане в плане дать отпор потому что если пойдут на казахстан они пойдут туда именно и на кыргызстан и на таджикистан узбекистан но похоже что такого казахстана есть более-менее армия других например азербайджан она по-моему ничего нет но это не уже пусть решают сами вот похоже что беларусь и шибер шибер что даже лукашенко уже не хочет как бы он хочет сидеть на двух стульях это понятно но не хочет провоцировать путина на кино что-то агрессивное я с тобой мы лучшие друзья россии но они не хотят состав россии входить они они хотят быть союзником но вынуждены такой это как говорится клятый друг это клятые друзья но в общем всяком случае даже но даже и вот даже даже может зачем у беларуси открылись глаза потому что беларусская армия видит что это такое народ видит что-то такое то есть они не хотят тебе не матери как говорится в общем и такая вот тенденция как говорится надо побольше молиться обращаться к всевышнему и просить о мире потому что по моему в россии у них новый бог появился это бог войны вот они забыли заповеди они все забыли у них живут в каком-то другом измерении я вас всех обнимаю будем надеяться что это все таки будем это смотреть как на страшный сон и все образуется будем надеяться но будем надеяться на лучшее но как бы за не терять бдительность и как говорится жить в реальности следить за новостями смотреть куда это все идет ну вот ну в общем как-то так мне у меня у меня на меня уже сыпятся угрозы вот расистов пишут всякие гадости вот ну что делать я живу в свободной стране я излагаю свою точку зрения вот в этом есть как говорится богатство и смысл демократии я вас всех обнимаю